Джеймс Маковая «Новых Людей Х. Ужасах супергеройства и своей репутации кино-культура». Полночь одна, 7 июня 2019 года люди реально засыпали на моих фильмах Джеймс Маковая «Новых Людей Х. Ужасах супергеройства и своей репутации». Изображение, промарк-фильму «Люди Х. Темный Феникс» В прокат вышел «Темный Феникс» новый блокбастер во франшизе «Люди Х», который должен стать ее промежуточным финалом. Право на фильмы о главных комиксных мутантов теперь будут принадлежать. Мавл Лента.ру поговорила о картине с одним из главных фигурантов франшизы, актером Джеймсом Макэвойем, который, включая «Темный Феникс», четыре раза сыграл профессора Икс, он же Чарльз Ксавьер. Лента.ру Насколько хорошо вы были знакомы с вселенной «Люди Х» до того, как оказались в фильме? Джеймс Макэвой, в детстве я каждое воскресенье смотрел мультики про «Люди Х» вместе со своим товарищем Марком. Нам было примерно лет по 12. «Люди Х» шли в утренней телепрограмме «Live and Kicking», где показывали первую половину мультфильма, а вторую только через час. По-моему, это просто подло. Но мы были дикими фанатами и покорно ждали каждый раз. С таким же нетерпением я ждал в 2000 году фильм Брайана Сингера и тоже, конечно же, его полюбил. А кто был в детстве вашим любимым персонажем? Мне всегда нравился Гамбит, потому что у него смешной голос и крутой креольский акцент. Еще мне нравилось, что он носит невероятно длинное пальто, играет в карты и вообще на стиле. Короче, он отличный. Кстати, я просто обожал старого кемпового бэтмена. Иногда вы просто не можете избавиться от бомбы. А комиксы «Люди Х» вы тоже читали? Увы, нет, впервые прочел их только когда готовился к роли. Но комиксы сильно отличаются от фильмов да и от мультсериала тоже. В общем-то, мне кажется, профессор Икс из комиксов и из кино это два совершенно разных мужика. К примеру, в комиксе он американец, а Брайан Сингер сделал его англичанином, взяв на роль Патрика Стюарта. Мастерский кастинг. Когда позвали меня, я подумал, что нет смысла играть персонажей одинаково каждый раз, поэтому я смотрел на Патрика и делал заметки. Мне хотелось создать максимальную противоположность его характеру, так что там, где он был мудрым, я старался быть безрассудным, где он был целомудренным, я был походливым, и так далее. Из-за три фильма я должен был превратиться обратно в Патрика. В итоге, по-моему, я сыграл в десять раз лучше него. Кадр. Фильм «Люди Х», «Темный Феникс». 1.4. Франшиза «Люди Х» всегда так или иначе высказывалась на тему шовинизма и угнетения. В «Мутантах» нетрудно разглядеть метафору деклассированных элементов общества. Абсолютно. Но мне больше всего нравится, что это еще и кино про семью, и «Темный Феникс» странным образом получился фильмом скорее именно о семье, чем о всяких социальных проблемах. Дни минувшего будущего были о том, что в семье случаются неприятности, которые делают ее только сильнее. А Феникс уже про то, как семья разваливается, но надо попытаться ее сохранить. При этом ваш герой от фильма к фильму находится все в большем разладе с самим собой. Комплекс Бога до добра не доводит. Он постоянно тянет его назад, заставляя совершать все больше ошибок, а ошибки прошлого делают человека слабее. Из-за одержимости собой и Чарльза проблемы с принятием и пониманием окружающего мира и других людей, поэтому он постоянно заходит слишком далеко и страдает от последствий. А в «Темном Фениксе» он заходит туда, где уже даже сверхспособности не помогают. Кстати, а как вы рассматриваете его способность читать мысли как дар или как проклятие? По-моему, это страшное проклятие. Видели фильм с Мелом Гипсоном «Чего хотят женщины?» Представляете себе такую историю? А Чарльзу в десять раз хуже, потому что у него эта штука не только с женщинами, а со всеми вообще. Вы идете себе по улице, никого не трогаете, а кто-то постоянно пинает ваше эго, от него воняет. Вот же урод, хоть бы он уже заткнулся. Представляете, каким толстокожем надо быть, чтобы все это вытерпеть? Ох, мамочки, упаси Господь! Хорошо, со сверхспособностями разобрались, а как вы справляетесь с инвалидностью Чарльза? Это важный момент, заставивший меня полюбить вселенную людей Икс, один из ее главных героев – инвалид-колясочник. Это здорово, потому что основа для почти любого супергероя, или суперзлодея – травма прошлого. Со мной случилось что-то плохое, и я теперь Бэтмен. Или Джокер. Как следствие у меня масса эмоциональных проблем, демоны терзают душу, и все такое прочее. Вот и весь фильм. При этом они все как на подбор мускулистые красавцы с улыбкой на миллион. Так что мысль о супергероях, который борется не с эмоциональными проблемами, а с физическими, всегда казалась мне очень интересной. Это не история о травме прошлого, которая случилась когда-то там. Это травма, с которой человеку приходится справляться здесь, сейчас и каждый день – препятствие, которое необходимо преодолевать бесконечно. Кадр. Фильм Люди Икс. Темный Феникс. 1.4. Мне кажется, Люди Икс всегда любили как раз за то, что они поднимали серьезные вопросы, вроде социального положения людей с инвалидностью, и исследовали их в популистском ключе. Именно. Должен вам сказать, что мне нечасто приходилось сниматься в многомиллионных блэкбастерах про супергероев с ПТСД, прикованных к инвалидной коляске. Это свежо и интересно. Лучшие фильмы те, что удовлетворяют потребность как в развлечении, так и в развитии. Но развиваться удастся только если вам расскажут что-то новое. Можно иметь кучу умных мыслей, но если их уже миллион раз выражали другие люди, то с развитием они вам не помогут. Я надеюсь, что в Людих Икс есть побуждение к развитию, а не только развлечение, потому что в противном случае это не кино, а просто развлекательное убаюкивание. Полезно иногда немножко шокировать зрителя тем, что постер звал его на экшен со взрывами, а в итоге спровоцировал на серьезные мысли. В мире столько раздражающего убаюкивающего кино я и сам в таком снимался. Люди реально засыпали на моих фильмах. Так что я за то, чтобы всячески расширять горизонты. Вы в последние годы радикально экспериментируете с ролями, например, играете в ОМ. Найт Шеймалана в сплите человека с такой же прической и не менее интересным диагнозом. Знаете, у меня был период лет с 25 до 30 с небольшим, когда меня просили играть в основном стереотипных британских аристократов, которые тихо разруливают проблемы, пока герои первого плана развлекаются. Я понял, что с меня хватит, когда мне предложили сняться в экранизации книги, которая мне очень нравилась, но в сценарии взрывной и непредсказуемый главный герой превратился в очаровательного героя-любовника. Когда я спросил у режиссера, в чем дело, он ответил, что нужно оправдывать ожидания аудитории, рисующей меня в определенном образе. Мужик, я не гребаный холст, ответил я ему. И ушел. С тех пор стараюсь все время выходить за рамки своих возможностей и соглашаться на самые радикальные вещи. В конце концов, даже если проект окажется кошмарным, а у меня ничего не будет получаться, через 2-3 месяца он закончится и начнется другой. Так что чего бояться? Подумаешь, репутация. А правда, что вы познакомились с Сашей Маланом из-за людей Икс? Да, мы продвигали дни минувшего будущего на Комик-Коне, и там была огромная вечеринка, где нельзя было повернуться так, чтобы не задеть какую-нибудь знаменитость. Мой друг Джесси играл в мини-гольф в центре площадки, мы уже изрядно выпили, и тут я увидел Шей Малана. О, вы Джеймс Маковой, сказал он. АВМ. Найт Шемалан. Как вас называть? Мощно же я набухался. Люди Икс. Темный Феникс вышел в российский прокат 6 июня. Беседовала Анна Сотнякова.